Святому Духу 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 возглавят сегодня митрополит Хантамансийский и сургутский Павел. И сейчас глава Хантамансийской митрополии поздравит всех жителей Югры с великим праздником Рождества Христова. Дорогие братья и сестры, возлюбленные жители Югры, прошло более двух тысяч лет с тех пор, как совершилось Рождество Христово. Но Святая Церковь не перестает благовествовать миру о приходе в мир Спасителя. Вновь сияет над миром Вифлеемская звезда, возвещая о спасительном событии Боговоплощения. Празднуя пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа, мы не только воспоминаем историческое событие, ни с чем не сравнимой важности, но и переживаем глубоко личное для каждого торжество. Единородный Сын Божий принес на землю благодатный мир. Но его еще каждый человек должен воспринять через подвиг веры и покаяния. И этот дар – мир Божий, который пребывает с нами не только в земной временной жизни, но и будет пребывать и в вечности. Мир, возвещенный ангелами в ночь Рождества Христова, дарован нам как величайшее небесное сокровище и благословение. Дорогие мои, с благодарением Богу вступим в грядущее новолетие. Будем же молиться Богомладенцу Христу, чтобы Дух Его Святой Любви поселился в наших сердцах. Вновь и вновь возрождая их к новой благодатной жизни. Пусть наши сердца станут яслями, готовыми принять Христа. А наши добрые дела – драгоценными дарами, которые мы всегда готовы принести Ему. И пусть в эти рождественские дни почувствуют нашу любовь и получат нашу помощь все те, кто в этом нуждается. Пусть эта любовь и доброделание урочуют раны обид и разделений, принесут людям радость и взаимопонимание. И пусть все сильнее звучит ангельский хор, благовествующий слава Вышней Богу и на земле мир в человеческих благоволения. «Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные братья и сестры, с благословенным праздником Рождества Христова и Новолетием. Призываю на вас Божие благословения и щедрые милости родившегося от Преснодевы Марии, Богомладенца Христа». Продолжается праздничная рождественская трансляция для радио-компании «Угра» из Кафедрального собора Воскресения Христова в городе Хантамансийска. Только что макрополит Павел поздравил всех жителей игры с великим праздником Рождества Христова. В праздник уже совсем скоро вступит свои права, но одним из главных символов этого праздника является рождественский вертеп – пещера, где родился Христос Спаситель. Совсем немного остается до рождественской полуночи уже, когда вновь озарит нас свет рождественской звезды, и когда в наши сердца, в ответ на наши молитвы, вновь постучится тот, кто по своей безмерной любви, создав весь мир как Бог, родился в нем как человек, чтобы спасти каждого из нас. Вертеп – это пещера, в переводе с славянского, которая символизирует место рождения Господа Иисуса Христа. Создавая при храмах такие сооружения, христиане сохраняются в их сердцах память о величайшем событии, происшедшем в мире и жизни каждого человека, память о Богомладенце, вопотившегося на земле ради нашего спасения. Поразительно, что первыми свидетелями явления Бога на земле были пастухи и ангелы. Самые простые люди, которые пасли стада овец, предназначенных, может быть, для приношения в жертву в храме. И они, именно они, первыми сподобились увидеть Агнца Божию. «Ангел Господень сказал, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Это поистине радость, великая радость всем людям. И эта радость отча же раскрывается. Пастухи в свете с ангелами, иначе говоря, на небе, «Ибо спасение для человека заключается в том, чтобы жить в присутствии Божьем, быть причастным Его жизни и славе». Вслед за благовестием о Рождестве одного ангела явилось целое воинство небесное, славящее Бога, и сегодня Церковь вторит ему в песнопении «Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». И так совсем уже близка Рождественская полночь, знаменующая собой начало праздника Рождества, а продлится он до праздника Крещения Господня, и все эти дни Церковь именует Святыми Дни, Святыми Днями или Святками. Сегодня во время праздничной литургии хор неоднократно будет петь и, главное, рождественские песнопения, в которых Церковь излагает суть праздника. Это «Тропарь» и «Кандак» — наиболее древние песнопения Церкви. И «Тропарь» на Церковном Славянском поется так «Рождество Твое, Христе Божий наш, во сей амировый свет разума, в нем Бог звездам служащие, звездою учахуся. Тебе и кланяйтеся, солнцу правды, и Тебе и верите с высоты востока. Господи, слава Тебе!» Что означает рождение Твое, Христос Бог наш, воссеяло для мира светом знания. Ибо во время его служащие звездам были научены звездой уже поклоняться Тебе, солнцу правды, и знать Тебя, восток свыше. Господи, слава Тебе! Следующее песнопение. Контакт праздника говорит нам о том, что Дева днес присущественно рождает, и земля вертеп неприступному приносит, ангели с пастырями словословят, волсвижи со звездою путешествуют, «Нас бы ради родися отрачам ладу, привечный Бог». Что означает, Дева сегодня рождает высшего сущности, и земля приносит пещеру неприступному, ангелы славят с пастухами, волсвижи путешествуют со звездою, ибо ради нас родился юный отрак, привечный Бог. И сейчас мы видим, как митрополита Павла встречают в соборе духовенства собора иереи, дьяконы и подьяконы-чисцы. Владыка уже облачился в архиерейскую мантию, преподает для церевания крест. И далее он направится на кафедру храма для благословения всех собравшихся на праздничную литургию в кафедральный собор Воскресения Христова. Воскресения Христова Сейчас Владыка Павел подкладывается к главной иконе, праздничной иконе Рождества Христова и затем обойдет другие иконы святыни, находящиеся в центре храма. Слова, Цвы Есенина, иди на святую, плющи наши мысли, на небесе и до святых имя Твое, да прилиться арси, Твое. Любые воли Твои, яхт на небесе, и до земли. Превем наш, на сущный, и дождем есть яз RFD в блоге наших, и шум бастроя божьему наших, и веди на свое искушение, но избави нас от углубого Бога. Веки Твои, и сцарство, и сила, и слала, Отца и Сына, и святаго Духа, ныне и пресной вовеки веков. Аминь, помилос Господи, помилуй нас в ответа недумеющей севете молитвы, как водится грешно, приноси помилу нас. Слава Отцу и Сын, Господи, помилу нас. Я Богу вам, ко мне прогневайся на весь его нежел, а не небеса, по не нашим, по призре, и ныне от Бога в обе, и избавленный от враг наш, по всему, нашу Богу, и веку, сняла путай и празднула. Праздник Рождества Христова очень скоро полностью вступится и права. Уже закончился 40-дневный рождественский пост, впереди святые дни, на время которых, кстати, отменяются однодневные посты в среду и пятницу. Святки прогреваются до Крещенского сочельника 18 января, за которым следует праздник Богоявления. Кстати, ранее древний христианский праздник Богоявления 6 января совмещал и Рождество, и Крещение Господне. Это впоследствии, эти праздники стали разными, их разделили. Напомню нашим телезрителям, что праздник Рождества Христова в России является не только религиозным, но и государственным. Первое Рождество как государственный праздник было отмечено 7 января 1991 года. А с 2005 года Рождественский праздник стал для всех христиан счастью новогодних каникул. Божья, славясь, славясь, простит, обмышение наших украинцев, и Рождественским праздникам, я рад Rob. Я рад вам, каждым я же ведениям, пути ведениям, живая, мы в нашей жизни безумиям и содеянным же в службу сей. Все нам, кстати, приходят Обарбе человека любят. Божья, милости, буди нам грешной. Божья, очисти нас грешных и помилуй нас. Божья, создав и нас, спаси нас. Простите мне, отцы и братцы, и отец и священник. Сейчас Владыка Павел благословляет, собравшись в храме верующих Саммона. Это полукруглая часть цельи напротив царских врат. Амона значает «Восток», поскольку и алтарь храма должен был ориентирован строго на восток. Архиерийский хор кафедрального забора, который сегодня будет петь всю рождественскую божественную литургию, в данный момент только что спел на греческом «Исполайте деспота», что означает «многое лето владыка», а ментриполит Павел с Алии взошел на кафедру, так называемый архиерийский обвон, на середину храма. Здесь митрополит снимает мантию и остается в простой одежде. Тем самым он напоминает, что Спаситель явился в мир в смирении, простоте и уничижении. И сейчас в кафедральном соборе Воскресения Христова начинается облачение к литургии митрополита Хадамансийского и Сургутского Павла в архиерийские одежды. По апостольскому церковному устройству архиерий является главой своей церковной области, символизируя Христа, главу всей церкви. Архиерий облачается особенным образом, что символизирует полноту, почивающую на нем благодать. Сейчас на владыку одевается длинная белая одежда под саккосник, поскольку на него будет одето красивое облачение саккос. ПЕСНЯ Далее одевается епитрахиль. Это часть одеяния, которая, огибая шею, опускается вниз двумя сшитыми лентами. Символизирует она ермо, в которое впрягается каждый священнослужитель, чтобы поработать на небе Христовой. Опоясывается поясом, символизирующим духовную силу. Далее одевается палица, ромовидный плац, символизирующий меч духовный, слово Божие, а также и другое оружие против греха и духов злобы. Это оружие молитва, пост, любовь к ближнему и Богу, проявляемая в наших добрых делах. На запястье митрополита одеваются поручи, символизирующие оковы, в которые был закован спаситель накануне крестных страданий. Также они напоминают, что все, что делает архиерей, он должен делать во благо церкви. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и, собственно, сейчас одевается саккос, большая, красивая, двусторонняя мантия. Эта верхняя одежда, символизирующая богинницу спасителя. Саккосимон смирения. При богослужении означает одеяние спасителя. Напоминает о той черленой ризе, в которую облечен был Христос. Архиерей, облачая саккос, должен вспоминать унижение и смирение Иисуса Христа. Вообще, во время богослужения, владыка символизирует собой Христа Спасителя, великого архиерея. И сейчас широкая белая лента, возлагаемая на плечи макрополиту Павла Аммафор, напоминает о евангельской прище, о заблудшей овце, которую добрый пастырь доходит и на своих плечах возвращает в стадо. Мы видим, как митрополиту Павлу подносят на перстный, то есть на грудный, крест и панагею. Панагея переводится как «всесвятая». В ней располагается икона Божьей Матери. Панагея переводится как «всесвятая». Сейчас главу митрополита венчает митр в память о герном венце, возложенном на главу Спасителя. И также это напоминание о венцах, которому будут увенчаны праведники в Царстве Небесном. Пока есть немного времени до начала Божьей Матери, вспомним, каким был прошедший 2021 год. Был он сложным, но все же более продуктивным, чем первый 2020 год пандемии. Понемногу снимаются действующие, в том числе и в храмах, ограничения. И главное тому доказательство – грядущий праздник Крещения Господня, который придется священием воды на реках и традиционным погружением в проруби, но при этом, конечно, соблюдением всех необходимых эпидемиологических условий. Большинство привычных мероприятий в этом году прошло уже в смешанном режиме. Наряду с онлайн-участием представителей городов и районов допустимое число участников работали и на Крилл-Мефодийских, и на состоявшихся в декабре рождественских чтениях. Одним из важнейших событий прошедшего года стало несомненно десятилетия хантоменцейской епархии, которая весьма преуспела в храмостроительстве, что неоднократно отвечалось и в самых высоких церковных и правительственных сферах. Главный сегодня объект – это, безусловно, Свято-Троицкий кафедральный собор Сургутин, который строители обещают дать под ключ в нынешнем году и который, если на то будет Божья воля, осветит святыщий патриарх Московский и Всеруссии Кирилл. Главный сегодня объект – это, безусловно, Свято-Троицкий кафедральный собор Сургутин, и так приближается начало рождественской божественной литургии и оставшееся время нашей трансляции, за которое вы, уважаемые телезрители, сможете погрузиться в благодатную атмосферу великого праздника Рождества Христова, чтобы ничем не нарушать течение литургии и не снижать молитвенный настрой, решено не сопровождать дальнейшее божеслужение и комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok «Благослови, Владыко! Благословенно, Царство Отца и Сына и Святого Духа! Ныне и пресно и во веки веков! Аминь! Миром Господу помолимся! Господи, помируй! Господи, помируй! Мир и спаси не душ наших! Господу помолимся! Господи, помируй! Господи, помируй! Мир и спаси не душа! Господи, помируй! Господи, помируй! Господи, помируй! Господи, помируй! Мир и спаси не душа! Господи, помируй! Господи, помируй! Мир и спаси не душа! Господи, помируй! Господи, помируй! Господи, помируй! Господи, помируй! И благо в земных и временях мирны! Господи, помируй! Господи, помируй! О плавающий, путешествующий, в недугущий, страждущий плененный! Е, спаси не и! Господи, помируй! Господи, помируй! ПЕСНЯ 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 Заступи, слава си, Богу, и собрали нас, Богдан, Твоей благодати, Господи, роди мой. Боже святую прожить, дай Бога, слава, и владетьцу нашу Новородицу и Христоту, Деву, Марию, за всеми земли помернувшие сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предали. Звучит песня. 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 ПЕСНЯ 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 И услышаны, и во веки веков. И услышаны, и 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 веков. Сына Своего в сердца вошел, Вопиюща овощей, Тем же уже не сироп, Но сын, ащи ли же сын, И наследник Божий Иисус Христов. И Духови Твоему пребудрость. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Иисус Христов и Иисус Христов. Благослови, высокопреосвященнейший Владыку, благовестителя Святого Апостола и Евангелиста Матфея. Бог молитвами Святого, Славного, Цитального Апостола и Евангелиста Матфея додаст и благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok О, всех и за всех Тебе благослови, Тебе благослови, Тебе благодарит Господи Божий наш. Ищи, приноси кисловесную безновную службу, и проси и моли в имени Сибири, и спаси Духа Твоего, Святаго, на ней, и на предлежащие дары, и сия, Боже, милость сегодня и на свежем, Боже, очисти нас грешных и погиб нас, Боже, очисти нас грешных и погиб нас, Боже, очисти нас грешных и погиб нас, Господи, Ищи, приноси кисловесную безновную службу, и спаси Духа Тебе благослови, 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 и спаси Духа Тебе бл Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа, Третий час Апостолов Твоего Спасла, Так облакинет им не от нас, Но облакинет нас, молящихся, И сотворит во плепсе честное тело Христа Твоего, Иже Пресвятаго Твоего, Честную кровь Христа Твоего, И благослови Господь Твоим Святым. Аминь. 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 Поклоняемся Святым Дарем Твоим, Христе, И Святое Воскресение Твоего Духа. Субтитры Олим Кhurстве И благослови Господи ПЕСНЯ 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 Слава Богу! 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 Ангелы спевают слава Божьим Царю, На небесе и на земле мир права уничтожают. На небесе играет, власть его огорляет, Славно стойно и предимно Бога праздновляет. И мы будем петь, крестья праздновляти, Рожденному из Марии смея усыпати. Новая радость стала, но и небы пола, Светлая слава, наглядь церковь, Светлого сияла. Хоть аясти человече тело владычнее, страхом приступите до неопалившейся огнь боясь, Божественную же пия кротко общению, Первые примери сетя в печали вшим, Та же дерзая таинственную брашну яжд, Прежде причастия страшной жертвы, Животворящего тела владычнее осим, Помолись и образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, Источничай жизни бессмертия, Всея тварь видимая и невидимая судетелю, Безначального Отца Соприсно-сущный, Сыница Безначальной, Примногие ради благости, Последние дни вплоть оболкися, Распныся по грибы и сезоны, Неблагодарная и злонравная, И Твоею кровью обновил, И растлевшей грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, Прими мое грешного покаяние, И преклонюха Твое мне, Услыши глаголы моя, Согреших, Бог Господи, Согреших на небо и пред Тобой, Несен достойн воззреть на высоту славы Твоей я, Прогнева Твою благость, Твоя заповеди приступив, И не послушав Твоих повелений, Но Ты, Господи, Не злобився и долготерпелив же много милостив, Не предал еси меня погибнуть, И со беззаконними моими, Моего всячески ожидая обращения, Ты, Буреку, еси, Человеколюбче пророком Твоим, Я ко протеньям не хочу смерти грешника, Но еже обратитесь, Ай, живу быть ему, Не хочешь, ибо, Бладыко, Создание Твоей руку погубите, Не же благоволишь и погибели человечестей, Но хочешь и всем спастись, И в разум истины прийти, Аминь. Рождественское послание главы Ханты-Мансийской митрополии, Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, Всечестному духовенству, Преподобному монашеству, Боголюбивой пастве Ханты-Мансийской митрополии. Во яслих у Боги и Сын Единороди лежащий видится человек, И пеленами повивается, Иже славы Господь. Возлюбленные Господи, Служители алтаря Господня, Всечестные иноки и инокини, Дорогие братья и сестры. Прошло более двух тысяч лет с тех пор, Как совершилось Рождество Христово. Но Святая Церковь не перестает благовествовать миру О приходе в мир Спасителя. Вновь сияет над миром Вифлеемская звезда, Возвещая о спасительном событии Боговоплощения. Празднуя пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа, Мы не только воспоминаем историческое событие Ни с чем не сравнимой важности, Но и переживаем глубоко личное для каждого торжество. Святой Евангелие говорит, Что в святую ночь Рождества с неба Появился ангел и сказал людям, Я возвещаю вам великую радость, Которая будет всем людям, Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Бог. И вот вам знак, Вы найдете младенца в ложеснах, Лежащего в яслях. О великой радости говорил ангел, И как не радоваться ей сегодня? Бог явился во плоти, Пришел к нам на нашу грешную землю, Чтобы показать нам путь на небо И научить нас жить по святой его воле. Истинно верующая душа Не может не радоваться этому, И к этой радости призывает нас Святая Церковь в святые праздничные дни. Единородный Сын Божий принес на землю Благодатный мир, Но его еще каждый человек Должен воспринять через подвиг веры и покаяния. Святитель Феофан Затворник учит нас, Что мир Божий или мир с Богом, Который Бог устроил с людьми, Послав Единородного Сына Своего, Дабы примириться с нами, Или мир Божественный, Тот мир, который Он не спосылает в души искренно верующих И верно живущих по вере, Как сказала Спаситель, Мир оставляю вам, И мой мир даю вам. И этот дар – мир Божий, Который пребывает с нами не только в земной временной жизни, Но будет пребывать и в вечности. Мир, возвещенный ангелами в ночь Рождества Христова, Дарован нам, как величайшее небесное сокровище и благословение. В наступившем году наша Церковь будет молитвенно воспоминать Столетие подвигов новомучеников и исповедников Церкви Русской При изъятии церковных ценностей. Сотни тысяч приняли мученическую кончину, Миллионы человек подверглись репрессиям. Это была жатва Господня. Новомученики и исповедники Церкви Русской Устояли спасительной вере, Передали ее новым поколениям И удостоились небесной славы. Сегодня и нам стоит задуматься И прославить и увековечить память и подвиг Всех невинно убиенных и пострадавших на Егорской земле. И добрым памятником для них Должно стать строительство мемориальной часовни На месте их трагической гибели в городе Ханты-Мансийске. Дорогие мои, Вот уже на протяжении двух лет Мы с вами переживаем постигшее весь мир испытания. Губительная эпидемия коронавирусной инфекции Коснулась жизни многих людей. Она изменила привычный образ нашей жизни. Сегодня мы проживаем в непривычных для нас условиях. Мы посещаем наши храмы не так, как это было прежде. Как чадо церкви мы молимся Господу о почивших священнослужителях и мирянах. Ежедневно возносим молитвенные прошения о скорейшем прекращении Вредоносного поверия и исцелении страждущих. Верующие люди воспринимают происходящее в мире, как вопущение Божие за грехи рода человеческого. Человечество отступило от Бога и его божественного замысла о человеке. Человечество вмешалось в божественное творение. В этот период всеобщего испытания я призываю всех вас, мои дорогие отцы, возлюбленные монашествующие, дорогие братья и сестры, Возносить свои молитвы с благодарностью о тех, кто в этот сложный период проявляет истинную христианскую любовь к своим ближним. В первую очередь о врачах и медицинских работниках, которые совершают свой труд по слову Евангелия, Что нет больше той любви, а еще кто положит душу свою за други своя. Дорогие пастыри, дорогие братья и сестры, с благодарением Богу вступим в грядущее новолетие. Будем молиться Богомладенцу Христу, чтобы Дух Его Святой Любви поселился в наших сердцах, Вновь и вновь возрождая их к новой благодатной жизни. Пусть наши сердца станут яслями, готовыми принять Христа, а наши добрые дела драгоценными дарами, которые мы всегда готовы принести Ему. И пусть в эти рождественские дни почувствуют нашу любовь и получат нашу помощь все те, кто в этом нуждается. Пусть эта любовь и доброделание уворочуют ран и обид и разделений, приносит людям радость и взаимопонимание. И пусть все сильнее звучит ангельский хор, благовествующий, слава Вышних Богу и на земле мир, в людях благоволение. Сердечно поздравляю всех Вас, возлюбленные братья и сестры, с благословенным праздником Рождества Христового и Новолетием. Призываю на Вас Божие благословение и щедрой милости родившегося от Преснодевы Марии, Богомладенца Христа. Божией милостью Павел, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский, глава Ханты-Мансийской митрополии, город Ханты-Мансийск, 2022 год. Божия милостью Павел, митрополит Ханты-Мансийск, 2022 год. Божия милостью Павел, митрополит Ханты-Мансийск, 2022 год. Божия милостью Павел, митрополит Ханты-Мансийск, 2022 год. Даже до конечного моего издыхания неосужденно восприимати часть святынь Твоих. В Духа Святаго общение, в напуте живота вечного, Его благоприятен ответ на страшнем судище Твоем. Я, куда и аст со всеми избранными Твоими, общих буду не тленных Твоих благ. Я же уготовлюсь и любящим Тебя, Господи, в них же припрославлен лиси вовеки. Аминь. Господи Божий мой, вем, як унесен достойн, нежедоволен да подкров в нидише храма души мое я. За неживесть пуст и пался есмь, и не имыш его мне место достойно, ежеглаву подклоните. Но як уже с высоты нас ради смирил еси себе, смириси ныне смиренью моему. И як уже восприял еси вертепи в яслях бессловесных возлещей сице. Вось прийми в яслях бессловесные мое души, воскверненные мое тело в нити. И як уже не не удостыл еси в нити, еси вечеряти, согрешники, в дому Симона прокаженного. Таку изволи в нити в дом смиренные мое души прокаженные и грешные. И як уже не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе сицу милосердися. И о мне грешнем, приходящим и прикасающим тися. И як уже не вознушался еси скверных, ея усты нечистых, целующих тя. Ни же моих вознушайся скверных, ея усты нечистших, ни же мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уль пресвятого твоего тела, и честные твоя крови. Аминь. 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 Господи, 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 обисть от нас. Верую, Господи, исповедая-ка ты, и сила истинно Христос, Сын Бога Живаго, пришедая мир грешное спасти, от них же первый есть масс. Ищи вера, косамость, причистое тело твое, самая счастная кровь твоя, молюсь оба тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, исподобь мне сужденно, причаститесь от святых твоих тайн, Господи, во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери твоя тайна, и одни, Сыне Божий, причастникам я приими. Небо врагом твоим тайну повемни лапзание тедам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю тебя. Помяни меня, Господи, во царстве твоем. Донесу ты во осуждение, будь мне причащение святых твоих тайн, Господи, на во оставление грехов в жизнь вечную. Аминь. Чаше подходит тех, кто был на исповеди и получил благословение у священника. Чеснок и святых твоих тайн, Господи. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон.